Как правильно стимулировать клитор? 8 основных правил. Женская анатомия безусловно сложна и еще сложнее устроена анатомия оргазма. Но одно вы должны знать точно. У женщины есть целый орган, который отвечает исключительно за оргазм и больше ни за что. Да, это клитор. В данном ролике я буду говорить о стимуляции головки клитора. Где находится клитор? Все просто. В месте, где соединяются малые и большие половые губы. Так если мы знаем, где искать оргазм, нужно теперь узнать, как его добыть. Но вначале скажу, если размер твоего члена меньше 18 см, то я уверена, ты постоянно чувствуешь неуверенность в себе. А если это еще сопровождается импотенцией, то дела явно плохи. Под видео мы оставили ссылки на препараты, которые помогут тебе избавиться от импотенции и решить проблему с небольшим размером. Они изготовлены полностью из натуральных компонентов, а применив весь курс, ты сможешь полностью избавиться от проблем с потенцией и увеличить свой размер. Ознакомься с отзывами мужчин по ссылке, если у тебя присутствуют какие-то сомнения. Первое. Подготовь руки. В головке клитора расположено свыше 8000 нервных окончаний, что и делает ее такой чувствительной. Поэтому вам нужно быть максимально аккуратными, чтобы не причинить дискомфорт. Для начала приведите руки в порядок. Постригите ногти и не ленитесь гладить острые места. Имея когти, как у Руссамахи, вы будете цепляться за крайне нежную кожу и можете причинить девушке боль. Во-вторых, прежде чем запустить руки в трусики, разогрейте их. Элементарно на первый взгляд правило, но многие им пренебрегают. Просто представьте, если девушка схватится за член ледяными руками, будет ли мужчине приятно. Второе. Обеспечьте влажность. Если смазки недостаточно, это будет сравнимо с трением наждачной бумаги, так как кожа на руках значительно грубее кожи клитора. Самый лучший способ – это лубриканты. Используйте только качественную косметику, чтобы не создавать риск нарушения микрофлоры. Благодаря лубрикантам движения станут более плавными и нежными. Третье. Удели достаточным времени. Один из тех моментов, которые порно обманывают – это длительность прелюдий. Клитр, как и мужской член, имеет эрекцию, увеличиваясь в размерах. Поэтому прежде чем ускорять движение, нужно возбудить клитр, поглаживая половые губы. В среднем на стимуляцию может уйти от 5 до 20 минут. Все зависит от индивидуальной чувствительности. А какой-то девушке им больше времени понадобится. Поэтому, скорее всего, вам пригодится выдержка и терпение. Обращайте внимание на то, какие движения доставляют больше приятных ощущений девушке. Интересуйтесь, что ей нравится, и даже попросите направлять по ходу стимуляции. Ничего постыдного в этом нет, так как все клиторы имеют разное строение и чувствительность. Если что-то сработало с одной, не факт, что и другая получит такие же ощущения, такое же удовольствие. Четвертое. Наращивайте темп. Все как в сексе. Чем быстрее и интенсивнее вы двигаетесь, тем больше удовольствия. Так и с клитором. Начните ласкать медленно, вводя кончиками пальцев вверх и вниз или круговыми движениями. И постепенно наращивайте скорость. Не старайтесь подстроить девушку под темп своих движений, рассчитывая этим приблизить ее к оргазму. Чем продолжительнее и плавнее будет переход, тем больше удовольствия она получит. Пятое. Используйте обе руки. Если девушка не против, то можно ввести пальцы второй рукой во влагалище или стимулировать ими переднюю стенку влагалища. Но одинаково хорошо работать сразу двумя руками сложно, поэтому клитор можно стимулировать специальным вибромассажером или вакуумным стимулятором. Шестое. Контролируйте силу. Ощущая, что девушка близка к оргазму, важно не переусердствовать силой. Не рассчитав, можно сделать больно и возбуждение схлынет. Поэтому в этот момент важно не нажимать, а ускорять движение. Седьмое. Основные техники. Но вначале напомню, что вы можете пройти курс, чтобы продлить половой акт и навсегда избавиться от преждевременной эякуляции. Благодаря нему вы сможете сами контролировать и решить для себя, когда хотите закончить, через 20-60 минут или 3 часа. Будете испытывать намного больше удовольствий и ощущений, которые дарят вам занятия сексом. А также предлагаю пройти курс, чтобы справиться с простатитом. Ссылки найдете под видео. Какие техники? Совершай быстрые, но нежные движения кончиками пальцев по головке клитора. Медленно проводи пальцами вдоль головки и половых губ с последующим проникновением во влагалище. Но если девушка не против, процесс должен имитировать работу члена. Если у девушки очень чувствительный клитор, альтернативой могут стать поцелуи и ласки языком. В этом случае основная работа должна происходить кончиком языка. Играйте им верх и вниз круговыми движениями. Рисуйте хоть буквы алфавита, но не забывайте чередовать с поцелуями. Главное, почувствуйте ее реакции. Целовать и ласкать языком также можно внутреннюю часть бедра и половые губы. Восьмое, возможность финишировать. В момент наступления оргазма клитор и мышцы влагалища могут непроизвольно сжиматься и пульсировать. В процессе оргазма нужно уменьшить давление и скорость, либо совсем прекратить любую стимуляцию. Девушке будет гораздо приятнее, если в момент кульминации вы начнете осыпать ее тело поцелуями. С вами была Полина Левенталь. Используйте техники, которые я вам порекомендовала. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если по какой-то причине вы еще не подписаны. До новых встреч. Пока-пока.